То есть, этот образ на коре дуба, он сделан самой природой, ветром, воздухом и самим дубом. Это лицо человеческое, причем очень похоже на меня сама. Под этим дубом 18 лет назад похоронена моя любимая Кузмасса, которая очень много в моей жизни хорошего сделала, которая меня вдохновляла. Вся серия, выполненная тушиной бумаги, черной тушиной бумаги в китайской технике чайских мудрецов, чайских буддистов, она возникла благодаря моему Муасе. О ней известный искусствовед и арт-историк Александр Апанов написал замечательную статью. Хочу сделать выставку, посвященную ему и коту Масе, и вот этому дубу потрясающему. Это понимаете, какая штука, а? Ведь никто, рука человеческая не прикасалась к этому дружу. Вот просто на коре возникло само собой все. Вот такая магия шаманская настоящая, у настоящих шаманов. Котом и его Масю зовут теперь в человеческой жизни Иннокентием. Он приснился мне однажды и сообщил, кот сообщил человеческим голосом свое имя. Вот я желаю ему счастливой, человеческой, долгой жизни, в любви, согласии, в удаче, в крепком здоровье. Чтобы род его не иссяк никогда. Вот человеческий род. Кстати, традиция переселения душ существует не только в Древней Греции, называется она метампсихоз. Не только в индуизме, в буддизме, это колесо сансары, а также и в иудаизме, Гилгул называется, колесо перерождений. Вот такая мистика, такая магия. Хорошего дня всем. Прекрасной весны, прекрасного лета. Шаманка Камакай, чей образ возник на этом дубе, совершенно случайно, желает вам крепкого здоровья. И все те, кто поставит лайк этому видео, будут счастливы и здоровы целый год. До 20 апреля 2025 года. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok